Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Я Юрий Алаев, ведущий дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. И у нас очередное заседание, оно посвящено, к сожалению, приходится говорить уже не оригинальной теме. Мы по-прежнему говорим о пандемии. Но тут появились некоторые новые моменты, относительно новые. Во-первых, вторая волна оказалась гораздо жестче, чем первая. Мы рассчитывали, что мы весну пересидим, летом все пошло на спад и все будет хорошо. А сейчас отовсюду идут сообщения, и на правительственном уровне все это признается, что ситуация становится все сложнее. То есть, какого бы происхождения вирус не был, некоторые говорят, что это искусственно созданный такой монстр. Некоторые, большинство все-таки говорят, что естественно происхождение вирус. Как бы то ни было, очевидно одно, что он основательно косит, и пока не собирается останавливать, косит популяцию, косит численность народа населения. И в связи с этим в фокус попадает второй элемент вот этой драмы, которая разворачивается на наших глазах, и в которой мы сами все варимся. Надежды на чудодейственную вакцину, которая вот-вот, 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 идет мировое соревнование. Она сейчас будет масштабирована, будет производиться сотнями миллионов, а может быть и миллиардами доз. И наступит избавление. Вот эти вот две, два аспекта одной большой темы, и есть, собственно говоря, предмет обсуждения сегодня у нас здесь. Эксперты в студии, я буду называть вот по мере приближения ко мне, Дмитрий Евгеньевич Чикрин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, кандидат технических наук, профессор Марья Юрьевна Юфлова, не первый раз уже у нас участвующий в наших заседаниях, спасибо, что всегда откликаетесь, заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Это кафедра общей этнической социологии, и это проблематика, связанная с процессами депривации, с группами депривации, чрезвычайно актуальна в контексте того, что мы собираемся обсуждать. И точно так же постоянный участник заседания нашего дискуссионного клуба, и тоже огромное вам спасибо, Альберт Анатольевич. Альберт Анатольевич Резванов, руководитель научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, главный научный сотрудник института, доктор наук, PHD, and so on, and so on. Можно долго перечислять регалии. И, наконец, у нас сегодня мы имеем честь принимать в качестве эксперта, выдающегося ученого, который специализируется. Это ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской академии наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Александрович Нефедов. Спасибо, что вы набрались терпения. Мы вас видим. Вы благодаря Zoom присутствуете. Я надеюсь, что нас вы тоже видите. Сергей Александрович активно занимался, я думаю, занимается и сейчас, ну, в какой-то части, наверное, неомальтузианскими теориями, да, по крайней мере, проблемами демографических циклов и влияния этих циклов на социально-экономическое развитие той и иной страны. В первую очередь, как я понимаю, вы исследовали историю России, да, Сергей Александрович? Да. Отлично. Вот круг экспертов. И давайте, наверное, я даже не знаю, с чего начнем-то. С мальтузианцев, с приверженцев Евгеники. Сергей Александрович, коль уж мы с вами заговорили, может быть, вы небольшой экскурс в тему, в глубину темы предпримите для зрителей наших, ну, и для того, чтобы эксперты тоже вовлеклись? Да, с удовольствием. Дело в том, что вот эти глобальные эпидемии, вот, они являются вставной частью мальтузианской теории. Я напомню, что эта теория исходит из ограниченных ресурсов. Ну, вот представьте, что мы живем где-нибудь там, в 18 веке, еще до Великой промышленной революции, и, что мы видим, вот это ограниченные пахотные площади, ограниченное урожайное, ограниченный ресурс. Прежде всего, это продовольствие. Вот население растет. Да, это в свое время говорил Мазус, что это приведет к нехорошим последствиям, потому что при ограниченности продовольствия, вот, это приводит к уменьшению потребления. Вот, уменьшение потребления, это означает, между прочим, недоедание. В каком-то моменте это означает постоянное недоедание. Вот, а в году урожаях проходит голод, просто-напросто. А за голодом приходит смерть. Ну, вдруг опасна ситуация социального недовольства. Вот, эта ситуация, особенно если тут на нее накладывается война какая-нибудь, вот, ну, или даже, да, просто не урожая. Вот, она приводит может быть к социальным взрывам. Вот, но, не только. Вот, ослабление организма в результате постоянного недоедания приводит к уменьшению сопротивляемости, к различным инфекциям. И вот, это, так сказать, просто правило, ну, так сказать, сэкономерность, вот, некое, вот, что, когда в результате, вот, этого постоянного недоедания начинаются какие-то всплески, подстания, вот, еще экономика нарушается. Вот, и тут, ну, как говорится, к голоду моментально присоединяется инфекция. Сидите, извините, великодушно, что я вас перебиваю, но, в общем-то, понятно, да, картина, понятно, которую вы нарисовали, но, с вашего позволения, два маленьких уточнения. Все это было справедливо в доиндустриальную и отчасти в индустриальную эпоху, да, нехватка продовольствия, рост народозаселения, бла-бла-бла и так далее, да, всю цепочку вы только что нам рассказали. Но, для современного уровня развития цивилизации, в том числе и аграрной цивилизации, да, наверное, это уже не самое главное и не самое устрашающее, вот, это вот простая такая дихотомия, что ли, нехватка удовольствия, рост народонаселения, бедность, инфекции, смерти. Мы сейчас видим, что, ну, конечно, есть страны Африки, есть перенаселенные районы Индии, есть глубинные регионы Китая, которые и сейчас живут примерно так же, как жили 200 лет назад, и для них это актуально. И проблема нехватки продовольствия, и проблема перенаселения, перенаселенности отдельных каких-то там территорий. Но сейчас мы видим, что роль вот этих механизмов, которые регулировали, я сейчас не беру во внимание уже экономические методы регулирования, да, или принудительные, там, огораживания английских лендлордов и так далее. Не будем далеко в историю заходить, но сейчас вроде бы другой механизм, да, регулирование, но результат тот же. Так я не хотел об этом сказать. Что? Вот, собственно, вот я просто не договорил. Извините. Да, вот в свое время известный историк, Монтазианис, Лераля, вот, назвал Мальчиша пророком прошлого. Мол, все это происходило в прошлом. Да-да. Вот, и это ограниченное средство. Вот, приводило, да, я повторяю, значит, с голоду, вот, к этим расстаниям присоединялись эпидемии. Страшные эпидемии. И численность населения, вот, уменьшалась вдвое, например, это было в Италии. Во времена черной смерти, да, вот, в Китае, там, вообще, 3-4, иногда даже 5 раз уменьшалось. А потом начинался новый демографический цикл. То есть, опять, земли много, людей мало, вот, и, значит, потребление высокое, вот, население снова растет. И вот этих циклов там было, ну, в Китае под 12. Вот, а теперь, как бы все, как будто иначе, да. Вот, поскольку, вот, зеленая революция привела к тому, что, ну, питаемся мы неплохо. Как будто иначе. И средним, другие страны тоже питаются неплохо, и год, и фон, вроде бы, в прошлое, вот. Но надо сказать, что, вот, знаете, в этой демографической, структурной демографической теории, для мальтузиации, существуют и другие ограничения. И другие ограничения. И они связаны не только, вот, с продовольствием, вот, но и вообще с допустимой плотностью населения. Вот, ведь население скапливается в городах, вот, где оно подвержено разнообразным эффектам. Это одному. Вот, а с другой стороны, уменьшается, ну, неспособность населения просто. Раньше, вот, да, младенческая смертность в 30% в России, да, вот до революции, вот, почти треть новорожденных мэров. Самые слабые погибали. Теперь, вот, выхаживать всех. Вот, в результате вся популяция становится гораздо более восприимчивой к инфекции. Вот, и вот мы видим два фактора. С одной стороны, восприимчиваясь с инфекцией, с другой стороны, большая плотность населения, которая тоже, вот, способствует этим инфекциям. Инфекциям. Это, как бы, другие факторы, но это тоже факторы, ограничивающие численность населения. Огромные... Да, да. И в итоге мы видим, что появляются все новые и новые инфекции, вот, которые начинают, значит, ограничивать эту численность населения. Это реакция природы, вот, на увеличение численности наших популяций, популяций людей. Так что, нейронизация в какой-то степени сохраняет свою действенность. Другое дело, что, да, механизм изменился. Вот. Ну, мы видим, что вот эта эпидемия, вот теперешняя, да, возникла в очиге наибольшей плотности населения. Да, вот именно там. Китай имеется в виду? Значит, плюс к тому, что, да, население Китая в последнее время, вот, уже не подвергалось такому естественному отбору, как пресс. Да, я видел. Вот стали восприимчивы на образовании инфекции. Понятно. Сергей Александрович, огромное вам спасибо за ваш комментарий, за вашу оценку происходящих процессов. Давайте я сейчас обращусь к экспертам, которые находятся в студии. Кто продолжит тему? Альберт Анатольевич, наверное, да. Коль уж мы говорим об биологической составляющей, вам слово. Да, действительно, все вот факторы, которые были перечислены, это факторы, которые всегда влияли на развитие человечества. Но в последнее время, ну, это, в принципе, тоже уже было зашло, уважаемым экспертам, мы стали своего рода заложниками достижений медицины. Действительно, и логическая смертность снизилась значительно, и, в принципе, доля инфекционных заболеваний, как причина смертности, отошла на вторые, третьи роли. В первую очередь, сейчас это онкология и сердечно-сосудистые заболевания, в сумме дающие более 50% по причине смертности. И здесь есть несколько моментов. Первый момент – это действительно чисто за счет того, что смертность сократилась. Владенческая, в первую очередь. Во-вторых, появились новые препараты, такие как антибиотики. Первоначально они были чрезвычайно эффективны, но по мере бурного использования их стали прививаться инфекции, которые стали резистентны, то есть устойчивы к этим лекарственным препаратам. И постепенно происходит откат, условно говоря, популяции от тех защит, защиты, которые раньше медицина могла оказать. Пока это еще не критично, но эксперты предсказывают, что это может стать следующей глобальной проблемой для всего человечества – антибиотикоустойчивые инфекции. Ну и, наконец, действительно, здесь идет своего рода обратная селекция, когда за счет того, что все представители человечества, практически все выживают, даже те, которые обычно не выживали, сейчас выхаживают детей, которые меньше 500 грамм весит, например, или часто болеющие, которые раньше были обречены, происходит накопление популяции генов, которые все хуже и хуже защищают нас от ротичных инфекций. А можно я огрублю немножко ваш ответ, чтобы вам самого не пришлось это делать? Мало того, что гены все хуже и хуже защищают, я бы сказал, что и генофон все хуже и хуже в целом, и популяция все хуже и хуже, да? Так можно сказать? Да, это взаимосвязанные вещи. То есть, мы сами себя потихонечку ведем, я имею в виду человеческую популяцию, к такому эволюционному, медленному, но вымиранию? Здесь есть разные гипотезы, что действительно, что все плохо, и мы катимся в пробости и вымнем. Другие теории говорят, что мы научимся искусственно размножаться. На тауке те условия не те, да, 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 приехали к Евгенике. Просто лобовой вопрос, как вы относитесь к Евгенике? В принципе, Сергей Александрович, это и к вам вопрос тоже, вы тоже можете ответить. К Евгенике, в принципе, в целом, к Евгенике положительные, к Евгенике отрицательные. И я попрошу, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос коротенько, я имею в виду, не только вас, Альберт Анатольевич, и не только Сергей Александрович. Ну, по сути, своей Евгеникой это не селекция. Да. Вообще говоря, историки относились к Евгенике, отрицательные. Но вот в данном случае нельзя не сказать, что тут имеют некоторое место вот эти самые влияния, связанные с Евгеникой. В общем, с естественным мотором. Вот. Я так же упоминал, что смертность была в общем, в свое время. Сергей Александрович, извините, Великодушин, но Евгеник это не естественный отбор, это искусственный отбор в ту или иную другую сторону. Вот. Ну, тогда-то это было естественно. А когда-то? И таким образом все слабые умирали во владельцах. Ну, да. А во взрослом возрасте смертность жила примерно такой же, как сейчас. Вот. То есть, вот люди были уже достаточно здоровыми. И вообще, как говорят, даже смертность была меньше, чем в возрослых возраста. Вот. Это вот результат вот такого отбора. Вот. И, ну, вообще говоря, в разных популяциях он происходил по-разному. Вот. Это имеет какое-то отношение к Евгенике. Потому что, скажем, в Атвете там продолжался. Это самый естественный отбор. И в целом, видимо, вот, африканцы должны быть более здоровыми. Вот. Особенно, скорее всего, таматротическая Африка. Они, конечно, должны быть более здоровыми, если исключить все остальные факторы, да, окружающей среды. Но так как они существуют... Более здоровыми и более физически. Ну, да. Хорошие бегуны, прыгуны дают себя знать, да, гены африканской расы. Ну, хорошо, мы немножко отвлеклись, да, давайте вернемся в студию. Спасибо, Сергей Александрович, за ваше высказывание. Дмитрий Евгеньевич, может быть, вы? Да, с удовольствием. Вот, если речь касается Евгеники, как, вот, в общем-то, к ней можно относиться? Сергей Александрович сказал, что, в общем-то, у природы наблюдается, естественно, гомеостаз, условно говоря, болезнь, которую мы сейчас видим, это наказание за чрезвычайное перенаселение, и это неважно, там, из-за голода это перенаселение начинает сокращаться, либо из-за каких-то других факторов, да. Вот, гомеостаз, он же наблюдается не только в природе, гомеостаз он наблюдается практически в любых популяциях. Поэтому, когда вот, например, мы говорим, да, то, что сейчас же у нас, условно говоря, ухудшается генофонд, но это еще и Аристотель говорил, да, с таким поколением наших детей мы далеко не уйдем. Вот, ну, как сказать, может быть, физически, современный... И Аристотель же призывал к искусственному отбору. Да, ну, вот я просто хочу сказать, то есть, с физической точки зрения, современное поколение, оно может быть менее здоровое, это правда, но популяция стремится сохранить свои возможности, улучшить их, поэтому в умственном плане, во многом, современная популяция пытается компенсировать свою физиологическую ущербность. Поэтому, когда мы говорим о Евгенике, мы говорим о попытках нарушения гомеостаза, о попытках нарушения либо корректировки гомеостаза. Куда эти попытки нас заведут, я не знаю, поэтому я не могу сказать, хорошо ли, плохо я отношусь к Евгенике. Хорошо, хорошо, я немножко переформулирую вопрос, да, мы сейчас вот до сего говорим о Евгенике, как о принципах селекции положительной или отрицательной, это чрезвычайно важно, мне кажется, сделать этот акцент, о селекции физиологической. Если перенести это на популяцию, скажем, там, русаков арабских, мы понимаем, как их отбирают, как отбирают кобылицы и так далее, и так далее, выращивают из поколения в поколение чемпионов. Но на Евгенику ведь можно посмотреть и немножко под другим углом зрения, на Евгенику, осуществляющую отбор по интеллектуальным параметрам. Физико-математические школы, олимпиады, что если это тоже взять и отнести, вот так вот ввести в понимание Евгеники. То, о чем, собственно говоря, Аберт Анатольевич и говорил, и вы, собственно, продолжили эту мысль физически, мы, может быть, стали слабее, но благодаря экспоненциальному увеличению потенциала, интеллектуального потенциала, мы сможем, как предположил, вернее, как рассказал Аберт Анатольевич, быстренько себя в копирочке воспроизвести, в пробирочке, извините. И вот будем такие прыгать, да, уже не люди, еще не блохи, но обладающие человеческим интеллектом. Да, вы немножечко здесь как-то, нужно отдавать отчет, что Евгеника это не просто, там, развитие шахматных школ, давайте поддержим молодежь, там, поддержим развитие цивилизации. Евгеника это значит отказать в праве воспроизводиться другим особям, понимаете? То есть это не просто отбор и создание возможностей и социальных лифтов, это реально стерилизация непригодной, выбороковка непригодной. Извините, пожалуйста, что перебиваю, но я ведь не случайно несколько раз повторил, что есть положительный Евгеника, есть отрицательный Евгеника, это вполне в научном обороте. Положительный Евгеника предполагает, что мы отбираем лучших, да, по всем позициям, да, физически, интеллектуально, по какому-то еще набору качеств. Отрицательный Евгеника, то, что практиковали, ну, самый близкий для нас наглядный пример, например, решение там вопросов при Адольфе Гитлере, это отрицательный Евгеник, это стерилизация. Но мы тут все уповаем на Гитлера, но в Швеции, по-моему, в 1976 году только отменили закон, который предписывал принудительную стерилизацию людей, совершивших сексуальные преступления. В Соединенных Штатах, там 49 что ли у них штатов, да, по-моему, в 12 до сих пор законодательно предусмотрено, что человек, совершивший сексуальное преступление, может избежать пожизненного заключения, если даст согласие на стерилизацию. Вот это отрицательный Евгеник, а положительный, да, мы выбираем лучших, мы их пествуем, мы говорим. В конце концов, ну, аристократические роды Европы и некоторых других ареалов, да, себя потихонечку загубили, когда из поколения в поколение были вот эти вот связи, свадьбы с близкими родственниками. Они же тоже способствовали собственному, можно сказать, собственной деградации, и это видно. Пусть меня простят, но мне кажется, это уже хорошо видно на примере глав многих государств и составе элит. Может быть, с вашей точки зрения, да, немножечко, вот, потому что мы сейчас все в эту сторону, а вот глазами социолога, который на эти процессы смотрит все-таки в более гуманитарном таком, да, не биологическом, не математическом аспекте. Мария Юрьевна. Да, спасибо. Я хотела сказать, что, в принципе, мы попали в ситуацию социального эксперимента, причем мы попадаем в эту ситуацию второй раз. То есть был первый этап пандемии, сейчас мы переживаем второй этап. Вы хотите сказать, что это разные эксперименты? Я считаю, что это все-таки разные эксперименты. Интересно, почему? Я сейчас продолжу свою мысль. Дело в том, что, когда вы рассуждали об Евгенике, то есть есть естественный отбор, когда отбор идет биологическим путем, то есть, по сути дела, выживает сильнейший организм и так далее. А вы перешли к разговору о социальном отборе, то есть вы перешли к вопросам социального неравенства. То есть, по сути дела, на сегодняшний день, я это поняла, спасибо большое, Илья Шакуович. И, по сути дела, то есть на сегодняшний день, вот я считаю, что на этапе второго этапа пандемии у нас обострилось социальное неравенство. То есть лекарства стоят дорого. Я думаю, что у каждого есть в телефоне на сегодняшний день протокол лечения. То есть есть какой-то дешевый вариант, есть какой-то средний вариант и так далее. То есть, по сути дела, есть условия, в которые мы попали с медицинской точки зрения, то есть есть серьезные заболевания и с точки зрения цифры. То есть мы погрузились в цифровую среду, и здесь в том числе у всех неравные условия существования. То есть, как получается, из медицинской точки зрения и с цифровой. То есть у нас увеличивается социальное расстояние, мы не потребляем какие-то услуги, потому что мы ограничены в цифровом пространстве. То есть и вот все вот эти вот аспекты, когда накладывают влияние на социальное исключение, они усиливают социальное неравенство. То есть речь скорее идет не о Евгенике, а вот именно об обострении социального неравенства в обществе. Но это не одно из проявлений. Вот я, понимаете, спасибо за ваш комментарий, но я пока вас слушал, все время думал, у меня все время, ну, может быть, это особенности психики, да, уже какие-то, моя, про свою психику имею в виду. Ну вот, я все время, что это такая вот какая-то тень, когда я слушаю вот эти вот рассуждения, какая-то тень у меня маячит, и я невольно вспоминаю, вот, многажды везде прочитаны, я думаю, что и вы, уважаемые эксперты, попадались вам такие материалы, вы их читали. Что на самом деле за этим стоит какая-то, какой-то там дип-стейт, да, какая-то, какой-то мировой правительство, какая-то злая рука, которая и таким образом вот взялись и регулируют, и регулируют, и регулируют. У вас нет такого ощущения, что все это вот, ну, как-то, как-то уж чересчур, чересчур похоже на некую шахматную комбинацию. Об этом ведь тоже много говорят, да, так называемые ковид-диссиденты. А вы нас лишаете базовых свобод, и если абстрагироваться от превходящих обстоятельств, они не так уж и не правы. Почему мы должны вот там шататься друг от друга, как вот мы сейчас с вами сидимся, демонстрируем социальную дистанцию? На самом деле это физическая дистанция, конечно, социальная дистанция, это дистанция между обладателем Роллс-Ройса и самоката. Вот это социальная дистанция, но тем не менее мы это называем социальной дистанцией, бог с ним. Так вот, почему так происходит? Ведь просто так нас напрягают или нас приучают к новой реальности, с которой мы уже никогда не выйдем, если даже не будет и, прости господи, COVID-19, 20, 21 и так далее? Тут, наверное, опять-таки стоит разделить на два уровня. Есть институциональные сценарии развития сегодняшней ситуации, есть социальные практики. То есть социальные практики мы отчасти описали, да, то есть мы в дистанции все, на сегодняшний день мы в масках. А то, что касается институциональных сценариев, вы хотите сказать, что кто-то рулит чересчур? Да, 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 я хочу сказать, что рулит. Но это не я хочу сказать, это многие так думают, к счастью или к сожалению, что процесс на самом деле управляемый, регулируемый. Я не знаю, вот может быть приверженец математики, как царица наук поправится. Это возможно, существуют некие математические модели, которые позволяют в таких масштабах и так многослойно, что ли, управлять, какими бы то ни было, социальными процессами или физиологическими, или применительно к вакцине. Да уж, Дмитрий Евгеньевич, я сразу вам серию выдаю вопрос, чтобы вы могли. На видолго буду отвечать. Ну а уж, куда деваться. Смотрите, вы правильно мне задаете вопрос, как математику. Дело в том, что модели такие, конечно, есть. Есть они с 60-х, 70-х годов, они называются социо-кибернетическими моделями. Есть другой момент. Они приблизительно столь же точны, как модели прогноза погоды. Дело в том, что все окружающее нас есть системы. Человеческие организмы есть системы, государство есть системы, погодные явления есть системы, распространение вируса есть системы. Дело в том, что системы бывают хаотические. Хаотические системы – это такие системы, развитие которых предсказать невозможно, потому что при изменении начального хусовья на бесконечно малую величину, поведение системы даже в коротком интервале времени может отличаться на величину бесконечно большую. Условно говоря. А можно ли хаос назвать системой? Вот есть хаос, а есть хаотические системы. Хаос – это отсутствие порядка, отсутствие структуры. Хаотическая система – это когда структура есть, но когда она ведет себя непредсказуемо. Вот, собственно говоря, если мы говорим о дип-стейте, я просто пойду от противного. Дип-стейт по умолчанию может оперировать теми же самыми аналитическими ресурсами, что есть у человечества, теми же самыми экспертами. Ни один из экспертов, никто в средствах массовой информации, в том числе к услугам которых мог бы прибегать дип-стейт, не мог предполагать, что вторая волна будет сильнее, чем первая. Ни один ни разу не слышал такой точки зрения. Что произошло? Вторая волна действительно накрывает мир. То есть, если во время первой волны можно было сказать, что это несерьезнее, чем грипп, что мы паникуем, то это видно, что глобальное заболевание постепенно утягчается. Действительно, никто не понимает, что делать. Любой человек, даже если это инициировал, сейчас он должен был бы понять при помощи своих аналитических ресурсов, что это хаотическая система, и нужно ее гасить, а не управлять. Я понял. Очень интересно, очень увлекательно развивается у нас, с моей точки зрения, обсуждение вопроса. Можно еще вмешать? Буквально я короткий вопрос задам, и вы вмешаетесь еще минут на 10. Ладно? Сейчас, пол, две секунды. Вы сказали, когда вы сказали, что никто не мог предположить, что вторая волна будет сильнее первой, вы исходили из общего представления о том, что такое вирусная инфекция. Что вторая волна, по определению, вирус привыкает, не в его интересах убивать хозяина, но мы все это знаем, да? И поэтому, по логике вещей, по этой, вторая волна, да, и по логике биологического развития, да, Альберт Анатольевич, правильно? Она должна была быть слабее. А она оказалась сильнее. Еще один, как говорится, шар в пользу приверженцев теории всемирного заговора и управления. Либо от нашего незнания. Потому что я, конечно, прошу прощения, но с гриппом мы так и не научились бороться. Нет. То есть мы грипп не лечим. Мы же его не лечим. Точно так же есть многое на свете, что неизвестно нашим мудрецам. Когда мы сталкиваемся с неизвестным явлением, условно говоря средневековья, это появление кометы на небе, мы списывали это на вмешательство богов. Сейчас мы в роли богов выставляем этот же самый тип-стейт. Отлично. Гейтс, Сергей Александрович, вы хотели что-то добавить по этому поводу? Да, я просто выпустил немножко момент. Вы с моей Юрьевной обсуждали вопрос о... Да, и сейчас, собственно, обсуждается тоже. О кастрологических теориях этой эпидемии. Ну, многие осоздают, что я как бы вирус был запущен, чтобы уменьшить численность населения простых людей-бедняков, которые стали мешать. Это элит. Ну, такие примеры, в принципе, были, обсуждения такого тоже были. Ушелисопедийный грипп, огромная пандемия, 1918-19 года. Вот тогда тоже, значит, вот по Индии есть, например, такая статистика, что умирали в основном бедняки. Причем умерло там их миллион десять миллионов. Огромная цифра. А вот богатые, которые получали хорошие цифры, они, в общем, как бы... Вот эта эпидемия обошла в сторону побольше. Ну, вот тогда, очевидно, никакой кастрологии тут не было. Эпидемия, ну, пришла... Никто ее заранее не запускал. Понятно. И в других странах страдает. Но она и сегодня богатых в основном обходит стороной? Как-то так, да, получается? Да, да, конечно. Это просто разница в медицинском обществе. Ну, конечно... Вот для этого не надо запускать. Конечно, это не касается российских богатых. У нас и депутаты болеют, и губернаторы болеют. Болеют, но без особых последствий. И еще один вопрос, который я пропустил. Речь шла об отборе по разным направлениям. Украздалось, что и интеллектуальный отбор. Что, помимо психического отбора, идет отбор и по способностям. Тут я могу привести два примера, которые могут, так сказать, несколько оживить нашу дискуссию. А может быть, вы меня и приждете. Речь идет об отборе по интеллектуальным способностям. Вот история знает примеры такого отбора. И вы его тоже все хорошо знаете. Это евреи, это евреи-канадцы. Поставленные в тяжелые условия, в диаспоре. Они, вы меня слышите, да? Да, но иногда звук плывет, поэтому извините, если мы что-то не уловили из ваших рассуждений. Ну вот, поставленные в тяжелые условия существования, живя среди других народов, они были вынуждены опираться на свои интеллектуальные способности. А, вы о евреях? Мы сейчас опять к Евгенике повернем таким образом. Да, так вот я и говорю, что немножко я коснусь предыдущего вопроса. Вот об отборе по разным параметрам. Итак, евреи, вы должны научить своих детей с трех лет грамотные. Как член ты говорил? Грамотные и приспособленные в жизни в этом тяжелом мире, проявляя свои интеллектуальные способности. Конечно, в качестве врачей, юристов и так далее. Это одно направление отбора. А вот теперь я приведу противоположный пример. Другое направление отбора. Это, например, афганцы, которые всю жизнь привыкли жить там, в горах, в очень тяжелых условиях, привыкать голоду. И вот эта обстановка, физически, они развиты гораздо сильнее, чем наши. Вот, скажем, это очень проявлялось во время афганской войны. Сергей Александрович, извините великодушно, у нас немножечко начинает поджимать время. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Да, а вы меня слышите? Я хочу сказать, что у нас немножечко начинает поджимать время. Примеры ваши понятны, как касательно иудеев, так и касательно афганских моджахедов. Вы просто вернулись немножко к теме, от которой мы чуть-чуть уже отошли. Что я ищу вовремя? Ну, извините, наш великодушно поезд пошел дальше. Так, что-то есть? Да, сейчас что-то есть из сети? Из сети нет? У меня есть один вопрос, который, я думаю, дискуссия добавит огонька. Вы знаете, когда мы говорили о второй волне и о том, что это было не предсказано и никто не подозревал, что будет она более сильной. Есть одна страна, которой вторая волна практически не коснулась. Это Китай. Если и как раз вторая волна была нейтрализована цифровыми технологиями в Китае. Вот я сейчас буквально тут зачитаю очень коротенькую. В Китае в рамках борьбы с ковидом в предварительном порядке на каждый смартфон был поставлен их аналог мессенджера типа WhatsApp, WeChat, с большим набором функций, он более крутой. И там была реализована функция трекинга, которая складывается в виде бигдаты на серверах, куда государство имеет неограниченный доступ. Как только выявляется носитель, все его физические контакты, он сам отправляется через этот же WeChat на ожесточайшую самоизоляцию, и которая берется под контроль тем же WeChat. Нарушение самоизоляции уголовно наказуемое, поэтому желающих немного. Это то, что называется цифровой концлагерь. В данном случае его существование оправдано. Она позволяет, во-первых, экономическую активность сохранить, социальная и экономическая жизнь продолжается, как в обычном режиме. В том же Ухане на днях прошло массовое усилительное мероприятие, и ничего, все выжили. Пока. Я не знаю, насколько... Вопрос. Мне кажется, что как раз эти цифровые технологии в Китае используют цифровой концлагерь, цифровой социализм, они позволили локализовать или минимизировать те потери, которые имеют остальные государства. Окей. Классный вопрос, да? Таким образом, мы делаем простой вывод, что вот это тот путь, который нам указан всем? Можно я скажу? Да. Я сошлюсь на вас же. Вы же изначально сказали о эпидемии ОСПа, чуть не начавшейся в Москве в 68-м году. Причем тут цифровой концлагерь, причем тут цифровой социализм? Слава Богу, вы сейчас спорите не со мной. Вы просто на меня сами. Я не спорю. То есть вот страны с централизованным управлением, с возможностью введения кратковременных тоталитарных режимов управления, безусловно, а не с централизованными стихийными бедствиями, к которым относится и болезнь, априори лучше справляются. Это нормально. Есть цифры, нет цифры. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, как говорили. Вопрос, наверное, так сказать. Вот технологические возможности современной цивилизации, они позволяют минимизировать такие потери? Подобный ВИЧАД мог быть и в США, и в России устроен. И по такой же технологии, когда человек заболелся... По-моему, Дмитрий Евгеньевич ответил. Я можно добавлю по этому вопросу? Дело в том, что вот Дмитрий Евгеньевич правильно же, почему, во-первых, там абсолютно другое политическое устройство, а во-вторых, у нас было исследование, которое показывает, что дело в том, что цифровой активизм очень отличается от социальных практик. То есть, соответственно, то, как человек себя ведет в цифровом пространстве, не накладывается калькой на социальные практики и социальные поведения. То есть вы можете... Я не знаю, какой тут привести пример, давать рекомендации, как себя вести с врачами. То есть вы можете рекомендовать на форумах какую-то политическую активность. То есть реально вы на улицу не выйдете, вы не будете участвовать в демонстрациях. То есть, соответственно, вот эта вот разница цифрового и социального в наших государствах, она присутствует, в отличие от Китая. Спасибо, Мария Юрьевна. Просто я хочу уточнить, может быть, я неправильно понимаю. Мы здесь вот сейчас по треугольнику так прошли. Смысл вопроса Рустема, если я сейчас ошибусь, он меня поправит, я просто упрощаю его, в том, что если... Ведь речь не о разнице в данном случае цифровых активностей и реального социального поведения. Рустам предлагает нам, что говорит, ребята, если вы все последовали примеру Китая и на своих территориях, в своих государствах устроили так называемые цифровые концлагеря, то всем было бы счастье, у нас бы не было второй мощной волны, так как ее нет в Китае. Тут, конечно, нужно делать, с моей точки зрения, поправку на особенности китайской статистики и открытости. Раз. Но Дмитрий Евгеньевич ответил, мне кажется, тоже правильно, что любой тоталитарный режим имеет гораздо большую возможность вне зависимости от наличия цифровых технологий или отсутствия цифровых технологий, устроить концлагер. А уж как мы его назовем, какой бантик, едем дозайны, да, арбайтмахтфрай, или что-то еще другое, это дело десятое. Да, Сергей Александрович, вы хотели добавить что-то? Да, вот для Китая вот эта система, вот, ВИЧАП, это что-то очень традиционное. Там раньше существовала система БААДЗЯ, так называемая. Это население делилось на десятки, десяти дворки, точнее говоря. Вот каждый, они связаны с круговой порукой. Вот каждый сосед отвечает за соседа в случае преступления или неуплаты налогов. Но, вот помимо этого, старство, значит, регулировало все отношения. Значит, если куда-то пойти, на рынок, надо спросить у старого, забить свинью, надо спросить у старого. И, значит, он стоял у ворота, вот, даваем посева, да, и проверял по списку тех, кто выходит или не выходит, вот, обрабатывая свою часть. Он следил за нас, в семье, следил за тем, чтобы помогали, да, бедным, ну, это и долгам все. Сергей Александрович, вы хотите сказать, что у них так было всегда, но это не пример или пример? Вот, это пример того, что такая система, вот, контроля и регулирования, у государственной системы, вот, существовала там с давних времен, вот, с императора Жуяньжана, примерно, это с 14 века, вот, с 14 века, и вот, это системы авторитарного регулирования. Сергей Александрович, извините, извините, великолепно, что я вас... Да, авторитарный, мы поняли, мы поняли, это очевидная вещь. Извините, я вас тут еще раз перебью. Давайте, коль уж мы полезли в историю Китая, сделаем такое уточнение в контексте обсуждаемого сегодня вопроса, сейчас. Мы же говорим о том, как регулируется человеческая популяция, что на нее влияет. Это, как говорится, гнев божий на нас обрушен с этой вакцины, с COVID-19. Или что это? Или это козни дьявола? И в этом контексте, коль уж мы говорим о Китае, тогда скажите, пожалуйста, как так происходит, что при многовековых традициях тоталитарного контроля над личностью, вот этих вот десятниках, вот этих дворниках или там старостах, которые стоят и караулют буквально каждого, и многолетней политики, одна семья, одной ребенок, один ребенок, да? Как же вот при всем при этом они умудрились так бесконтрольно размножаться? Да, нет, я остановлюсь. Да, вот понимаете, все контролировали, контролируют, контролируют. Ух ты, полтора миллиарда, есть опять нечего, экспансионистские планы, как быть? Существовали разные системы контроля за численностью населения. Ну да, вопрос, как дошли до жизни такой, бог с ними, с деталями. Все равно это были системы контроля. Как дошли, все равно эти системы... Как дошлет, интересно. Вот в Китае существовала просто система деталубийства, да? Убивали молодых, родившихся только что родившихся девочек. Понятно, почему же их полтора миллиарда-то? Да, полтора миллиарда, потому что там рис растет. Вот в Индии тоже почти полтора миллиарда, тоже потому что там рис растет. Это классно. Это изумительная культура. Она эффективнее пшеницы, ну, раз в пять или в десять. Ну, понятно. В разных регионах. Поэтому там численность населения, соответственно, намного больше, поскольку будет продовольственная база. Надо нам в России... Больше продовольствовать. Сергей Александрович, я понял вас. Надо нам в России срочно нарастить масштабы рисосеяния. А то у нас демографические проблемы. А то так грузы не получилось, когда вы срисов выйдет. А, извините, я, Роберто Анатольевич, передам слово. Здесь, на самом деле, заканчиваем, может быть, дискуссию по тоталитарным режимам. Понимаете, это всего лишь инструменты. Есть еще были тоталитарные режимы на планете. Та же Северная Корея. И что? Как бы, да, мы ничего не знаем про то, что там коронавирус делает. А там говорят, вообще нет. Они говорят. Но при этом у них смертности, как бы, в первую очередь от голода, почему-то колоссальные. Причем в цивилизованное, ну, наше современное время. Поэтому все-таки здесь нужно очень аккуратно взвешивать все за и против, насколько нужно затягивать гайки. И очень многие ценности, скажем так, западные, совершенно несовместимые с этим. И как бы мы ни хотели загнать людей в этот цифровой концлагерь, это, скажем так, добровольно будет сделать достаточно сложно. Ну, правда, есть другие социальные технологии для того, чтобы манипулировать массами. И вот как раз я перехожу к вопросу тому, что, на самом деле, вот новая коронавирусная инфекция, ничего нового в ней нет. Человечество каждые несколько лет происходит пандемия, умирает. Очень большое количество людей. Мы слышали и про свиной грипп, и про птичьи грипп, и про разные, там, другие заболевания. Да тот же ВИЧ уже десятилетия, сколько выкосил людей. Здесь мы впервые столкнулись, что биологическая проблема стала больше социальной проблемой. Не было бы социальных сетей, например, открытости информации. Ну, переболели. Да, неудачный год был, особенно большое количество людей умерло от простуды. То есть никто бы не говорил, ну, грипп, грипп, простуда, простуда, воспаление легких. Всегда такое было. А в этот раз как раз происходит даже не то, чтобы обкатка технологий. Я не скажу, что это, возможно, искусственный процесс. Но мы столкнулись, когда обезьяна доигралась до того, как ей в руки попала зажигалка. Также и здесь мы доигрались до того, чтобы нам в руки попали соцсети. И здесь это, коронавирус, это, ну, скажем так, всего лишь одно из проявлений этой ситуации. Выборы, которые проходят по всей планете, и различные цветные революции, это является прямым следствием развития социальных сетей, социальных технологий. И здесь вот как раз мы столкнулись с тем, что у нас появился гибридный источник опасности. Несколько даже биологический, а сколько социально-биологический. Это очень интересное замечание. Вы немножечко здесь так топчете поляну Марии Юрьевны, но это хорошо. Я подвожу. Да, да, да. Спасибо. Понятно, у нас трансдисциплинарность демонстрируется. Но прежде чем сейчас, Мария Юрьевна, передать вам слово, да, конечно, я думаю, что вы разовьете мысль, высказанную, Леонид Анатольевич. Насчет вот этого вот обезьяны и зажигалки. Кто-то может мне сказать, я не знаю, из присутствующих, из наших экспертов. Вот мы все знаем, да, там, да, вот такая статистика по ковид. Вот, ну ладно, я уж не буду об этом говорить, что все время публикуется статистика в абсолютных числах. С моей точки зрения, это просто, ну, это неуважение к человеческому интеллекту. Говорят, сегодня 22 тысячи выявленных, выявленных кого? Инфицированных. Что это значит? Что они болеют? Я не знаю. Я инфицирован тысячами, да, и вы тоже. Все мы, правильно ведь, да? У нас полно инфекций в каждом из нас. Мы сборище бактерий и вирусов. Давайте мы завтра будем публиковать статистику о том, сколько мы выявили инфицированных, чем, например, там, сальмонеллой, да? Что мы получим? Нет, сатамегаловирус лучше. Вот, вот, ну вам как бы вытсять, конечно. Это же будет кошмар. Первая странность, первая странность, которая наводит на плохие мысли. Вторая странность. Значит, нам говорят в абсолютных числах. 15 тысяч, 17 тысяч, 22 тысячи. Па-бам, па-бам, ту-сто-четыре. Знаем, да? Старшее поколение помнит эту песенку, конечно. Хороший. Почему вы мне не показываете долю от тестированных? Я сегодня вижу 22 тысячи. Но если я полезу в другой график, я увижу, что полтора миллиона протестированных. А вчера я видел 16, а протестированных было 900 тысяч. Есть замечательный международный ресурс, коронамонитор, инфо. Пожалуйста, чуть внятнее, потому что могут не расслышать и не воспользуются вашим ресурсом. Есть замечательный международный ресурс, коронамонитор, инфо. Там показан процент зараженных от количества от тестированных. Другое дело, что абсолютные цифры говорить красивее, интереснее, и они дают изюминку в дискуссию. Вы думаете, это просто интерес? Я не думаю, это абсолютно точно. Или это фактор запугивания? Нет, это, естественно, фактор запугивания. Это, как это, агрессивнее, чем гембельская пропаганда. Я процитирую Черчилля, вы же его тоже цитировали. Вернее, его распоряжение, Министерство информации Великобритании. Убрать из средств массовой информации упоминание о бомбежках. Сказать, что вероятность попадения под бомбежку меньше, чем вероятность попадения под КЭП. Подчеркнуть, что бомбежки не наносят Англии существенного вреда как экономике, так и жизни народа населения. Вот ровно эту цитату буквально позавчера прочитали в Управлении внутренней политики администрации президента Путина. И уже пошла команда по СМИ, ну не команда, у нас нет команды, рекомендации, да, все-таки сменить пластинку. Что уже вдруг люди там наверху, эй, вы там, до них дошло, что мы вводим людей в такое состояние депрессии, что в пору уже отдельно, да, Абет Анатольевич, вести статистику, а сколько людей в условиях пандемии ковида скончалось от депрессивных, маниакально-депрессивных психозов, от обострения болезней, вызванных вот этими вот страхами, да, ой, я завтра, ой, я завтра, ой, у меня ломота, все, и человек кончился. Это ведь вообще-то, в России мы об этом не говорим, но если посмотреть, например, на близкую нам ментально Германию, ну, в определенном, с натяжкой близкую нам ментально, то там ведь, ну, мы, да, я так понимаю, что вы в курсе, да, уже не первый месяц идут с нарастающим, как говорится, итогом митинги протеста. Ну, они протестуют против ограничений, против тотальных карантинов, но они при этом, что интересно, они делают любопытный акцент, они говорят, что вы еще предстанете перед судом, те, кто нас запугиваете, терроризируете, посягаете на наши базовые права, личности, да, в комьюнити и так далее. Вот ведь мы куда выползаем-то или выруливаем, может быть, сами того не желаем. Мария Юрьевна, я обещал вам, старательную подводку. Мне кажется, уже все очень подробно сказал по этому поводу. Я просто могу добавить, да, идет конструирование проблемы, то есть, а действительно, какова она проблема? То есть тут, наверное, медики в первую очередь должны выступать экспертами и говорить нам, что происходит реально вот в плане медицины. С точки зрения вашего научного хлеба, вот вы депривациями, да, правильно ведь делаете? Ну, социальным исключением, да, отчасти. Да, да, но мы же, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот этими вот ограничениями, вот этой кампании запугивания, назовем уж вещи своими именами, мы же фактически лишаем людей естественных прав. Мы же, мы же депривируем их? Ну, нет, мы не депривируем никого. То есть... Как это? Нет, ну подождите, я же уже сказала, что есть два уровня проблемы, то есть есть институциональные стратегии, есть социальные практики. То, что касается институциональных стратегий, это система реагирования на определенную медицинскую проблему, которая отчасти, если вот эксперт скажет, что она существует или не существует, эта проблема, вот уже интересно, существует, действительно, ковид есть, эта проблема? Ну, конечно, ну, то есть, вы далеко зашли в конспирологию, то есть вы поставили под сомнение существование этого вируса? Нет, я не... Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, да, получается, действительно, проблема существует, соответственно, как ведет себя, как ведут себя государственные институты, они обязаны реагировать на существование этой проблемы. Каким образом? Ну, каким образом реагируют? Создаются адекватные реагирования или неадекватные реагирования? Да. На самом деле государство здесь выполняет, пошло, скажем так, на поводу общества. Ну, выполнил социальный заказ общества. Абсолютно точно. Если правильно. Абсолютно верно. Потому что заказ был какой? Мы хотим открытости информации. Да. Все дали полную открытость информации, но при отсутствии регулирования, то есть свободы и ответственности, они должны соблюдать определенный баланс. Здесь это та же проблема, как проблема фейк-ньюс, то есть вот недостоверных новостей. Сейчас все начинают публиковать все, просто потому что они так считают, раз. А во-вторых, это все-таки даже не инструменты социального регулирования, это чистая коммерция. Интернет, социальные сети, СМИ стали источником заработка. Причем как бы не институционального, а конкретных индивидуумов. И вот эта вот сложная система приобрела еще больше хаотический характер. То есть опять-таки есть государственные органы, а есть СМИ и нью-медиа, которые ловят хайп на этой проблеме, по сути дела. Вот на сегодняшний день я подписана на инстаграм, там, ну, не будем говорить название газеты, вывалила десяток новостей, и, соответственно, семь из них, они касались так или иначе ковида. То есть, по сути дела, может быть даже... Ну, понятно, и мы вот, видите, здесь уже второй час об этом говорим. Нет, мы серьезные люди. Мы нет, мы нет, нет. Понятно, это, конечно, меняет дело. Вы знаете, вот я соглашусь с тем, что сказал и Дмитрий Евгеньевич до этого, и Альберт Анатольевич. На самом деле, ну, это так, это так, это тут даже и спорить, и обсуждать нечего. Давайте мы перейдем к следующему аспекту, наверное, завершающему в нашей встрече, к надеждам, опасениям и страхам, связанным с грядущей, кто говорит там уже в январе, кто говорит там в первом квартале, Pfizer, Moderna, Sputnik V, мы победим, мы победим вот этой вот вакцинации. Последние опросы, которые делал ФОМ, которые делал, по-моему, Левада тоже, и в ЦИОМ, они все, 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 мы все хотим знать. Вот это к вопросу о запросе, да, общества. Вот дайте нам открытость, дайте нам все, мы не можем интерпретировать, у нас не хватает мозгов или у нас не хватает исходных базовых данных для правильной интерпретации, но дайте нам, дайте. Постправда, кстати, сказать, тоже ведь термин возник не на пустом месте. Люди перестают воспринимать информацию, основанную на счетных единицах, на том, что поддается перепроверке. Им важно получить эмоцию, ну, то, что хайп, да, называют. Это ведь тоже отсюда же все взялось. Так вот, к вопросу о надеждах и страхах и опасениях, связанных с вакцинацией. И, естественно, с заговором. Дмитрий Евгеньевич, вы уже отвечали на вопрос о том, возможно ли, существуют ли некие математические модели, системы, которые позволяют манипулировать или выстраивать, вернее. Ну, ваш ответ по поводу хаотических систем, конечно, меня успокоил. В том смысле, что никто ничего, на самом деле, систематизировать не может. На рулетке играть выгодней. А? На рулетке играть выгодней. Вот. Да, как у меня дочь говорит, зачем ты пошел на фондовый рынок, отец, это же рулетка. Да, но она не математика, ей простительно. Так вот, возвращаясь к этому, на что, под этим я имею в виду конспирологическую теорию. Некоторые люди говорят, огрублю ситуацию, совсем уж просто. Некоторые люди говорят, ребят, со времен испытания вакцины против Эболы, да, помните, была такая с ужасающим коэффициентом смертности, в отличие от коронавируса, там в три раза, по-моему, смертность была выше, сейчас мы показываем три с чем-то, а там чуть ни, 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 больше было, ну, на 9, по-моему, процентов. Ой, не будем так закапываться. Так вот, некоторые говорят, вот с тех пор, когда там тоже фонд Билла и Мелинды Гейтс принимал активное участие в финансировании, в разруливании ситуации, я имею в виду вакцинацию части населения пострадавшей, и с тех пор по разным СМИ, не только по Фейковым, должен сказать, так вот бродит где-то, всплывая, тухая, опять всплывая информация, подкрепленная высказыванием некоторых ученых, микробиологов, между прочим, да, о том, что вполне, да, 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 это один из факторов, который позволит отрегулировать количественный состав человеческой популяции, то есть несколько снизить, что бы мы ни говорили, Сергей Александрович, о том, что Мальтус это пророк прошлого, да, перенаселение, по-прежнему актуальная тема перенаселения нашей земли, да, борьба за источники с чистой воды пресной, да, пресловутые климатические изменения, борьба с СО2, борьба с метаном, то есть воздуха не хватает, все меньше хватает чистого воздуха, нам, может быть, скоро нечем будет дышать в буквальном смысле этого слова, да, то есть вот этот вот фантом, он опять, он опять поднимается на поверхность, да, там жупил Мальтуза, да, или неамальтузианцев, неважно, мы опять вынуждены говорить о том, что перенаселение есть, ресурсов не хватает, это может, и дальше то, что нам Сергей Александрович в самом начале нашей программы все последовательно изложил, экономический упадок, голод, восстание, инфекции, правильно я перечисляю, да, Сергей Александрович, я правильно запомнил, я бы у вас был неплохим учеником, если бы вы меня взяли, ну, я запоминаю последовательности, да, ну, так вот, вопрос очень простой, существует такая опасность, Дмитрий Александрович, вот можно в эту самую, я уж совсем огрублю, вот в эту вот вакцинку, которая сейчас там разрабатывается, в одну из, или в несколько из тех, которые вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот и будут предложены нам, медиками, внедрить нечто, я не знаю, там что, ген распилить какой-нибудь, сейчас вот пилят уже, да, по-моему, Нобелевскую премию как раз за это дали, за распил, мы дожили до того, что Нобелевские премии дают за распил, но не в том понимании, как мы привыкли, да, распил там бюджетных средств, а за распил гена. Так вот, возможно ли что-то такое добавить, чтобы, ну, люди там фертильные вполне вдруг вообще потеряли и потребность, и возможность воспроизводить себе подобных? Чисто теоретически, конечно, это возможно. Это грязно теоретически. Это очень грязно теоретически. Можно вставить, например, антиген, то есть кусочек белка человека и создать условия, при котором иммунная система разовьет так называемый аутоиммунитет и будет атаковать саму себя. И были такие разработки как-то боевых, как-то биологических агентов, которые как раз и основывались на развитии аутоиммунитета. При этом засечь возбудитель невозможно было бы, а как бы постепенно организм бы угасал. Но, но... Альберт, извините, буквально вот очень-очень интересный момент. Но ведь то, что сейчас происходит с ковидом, мы в ряде случаев именно это и наблюдаем. Да? Что в результате приема каких-то препаратов возникает чрезмерная обратная реакция организма и... Это естественный процесс. И, по счастью, процент осложнений такого рода не очень большой. Более того, при любых инфекциях, при любых заболеваниях всегда есть какие-то... Цитовидная реакция, что ли, да, как это называется? Нет, там много есть реакций. Начиная от того, что нарушается свертываемость крови, нарушаются воспалительные процессы и, возможно, аутоиммунные, в том числе, осложнения. Но, я говорю, что теоретически это возможно, но практически это очень легко выявляется при наличии пробирки с этой вакциной. Любая лаборатория может, ну, высокотехнологичная, провести анализ, и это очень быстро вскроется. А вакцины, сами по себе, те технологии, которые сейчас применяются для создания вакцин, известны уже, там, больше, более ста лет. Именно вакцина, именно вакцина-профилактика привела к перенаселению сейчас. Если бы не было вакцин, не было бы и перенаселения. Поэтому сейчас внезапно начинать бояться того, что до этого привело к перенаселению, ну, немножечко... Параноидально, да. Параноидально. Более того, вот как раз наличие множества производителей вакцин, и в целом гарантирует, что если кто-то случайно где-то напортачил, у любой вакцины есть побочные эффекты. Просто они обычно в тысячи, иногда там, в миллионы раз меньше, чем для реальной инфекции. Даже вколов физраствор можно иногда получить нехорошую реакцию. Что же тут говорить о лекарственных препаратах? Любой лекарственный препарат обладает потенциально побочным эффектом. Но преимущества от вакцин неоспоримы. Ну так вот, как раз за счет наличия множества производителей размывается вероятность того, что проблема с одним из препаратов, потенциальное, теоретическое, которое достаточно редко встречается в международной медицинской практике, приведет к каким-то катастрофическим последствиям. И даже в России, даже можно сказать, почему может в первую очередь в России, как раз идет разработка множества вакцин, каждый из которых имеет разный механизм действия. За счет этого в целом популяция будет защищена от возможных низковероятных медицинских ошибок. Я не понял. Я думаю, что не только я. Тот факт, что мы делаем, я имею в виду, мы в России несколько видов вакцин, которые отличаются по своим свойствам друг от друга. Каким образом это может гарантировать меньшие риски? Человек же не будет сразу несколькими вакцинами прививаться. Дмитрий Евгеньевич? Дело в том, что риски, которые вы изначально говорили, это риски, связанные как раз с целенаправленным введением. Да. Но когда вы имеете несколько активных вакцин на рынке, когда вы не можете контролировать, кому конкретно вводится какая вакцина, у вас же нет же вакцины, условно говоря, спутника, класс 1, класс 2 и класс 3. Класс 1, который может себе позволить, кто может мне отдать 500 тысяч рублей, класс 3, кто ее получит бесплатно. Вы не можете проконтролировать, кому из народа населения вколят какую-то вакцину, поэтому вы не можете проконтролировать, какую долю народа населения вообще кому введут ту вакцину, которая обладает вот этим как раз геном-ингибитором. Ну или антигеном, если быть более точно. Да, возражения. Но это как раз процесс вероятностный. Ну я про это и говорю, да. То есть это как раз и дает нам гарантию того, что мы не получим эффекты. Просто потому что это невозможно контролировать, кому вколите плохую вакцину. Ну невозможно. Вы как это обозначите? Если я сейчас выступаю в роли адвоката дьявола, мне зачем, собственно говоря, персонифицировать? Да я всему человечеству вред нанесу. Да как же много, вакцин-то много. Они распространятся приблизительно одинаково, плюс-минус. Это мы так думаем. Пока еще ничего не распространяется. Пока все готовятся к распространению. На самом деле, в принципе, сейчас планы по текущей вакцинации и в России, за рубежом показывают, что плюс-минус контингент у каждой вакцины будет одинаково, по крайней мере, не на порядок отличаться. Понятно. То есть, ну, обобщая, особенно опасаться нечего. Нет. Можно понять тогда население, которое я вот упоминал об опросах социологических служб, 60% на сегодняшний день россиян не готовы. Вакцинироваться от COVID-19, несмотря на всю угрожающую ситуацию вокруг. А потому что не сильно угрожает. Потому что люди живут слишком хорошо. Вот те люди, у которых близкие погибли, вот они готовы вакцинироваться. А те, кто об этом слышал только в новостях, они думают, а что же, меня же не затронуло, а вакцина вдруг затронет-то. Ну да, да, да. И получается, что процент, как вы выразились, хорошо живущих достаточно велик? Конечно, потому что очень маленькая смертность от COVID-19 пока. Коэффициент смертности недостаточный для того, чтобы люди прониклись. Надо статистику поправить, чтобы увеличили процент. Да, да, да. Ее не надо править, ее просто нужно обнародовать. Вы хотите сказать, что реальная статистика даст нам коэффициент смертности выше 3,6%? А от COVID-19 вряд ли? Да, от COVID-19 вряд ли. Но вот в совокупности, безусловно, она будет выше. То есть превышение смертности к аналогичному периоду прошлого года будет не факт, что именно от COVID-19? Конечно, потому что медицинская система сейчас перегружена, многие плановые вещи не оказываются. Мы говорили о том, что стресс может усугубить состояние здоровья людей. Плюс не до конца оказанная медицинская помощь из-за перегруза медицинской системы все это накладывается. И еще небольшой комментарий по поводу того, что есть запрос в обществе на информацию правдивую. На самом деле такого запроса нет. Все уже знают, какую информацию они хотят получить. И они найдут ее на просторах интернета. Поэтому говорить о том, что вот дай человеку две новости, одна плохая, одна хорошая. Вот хотел он услышать плохую новость, он ее и прочитает. И это у него в голове остается. Это близко к таргетированной рекламе, к тому, как образуется комьюнити в социальных сетях. Да, мы стараемся, чтобы нам было близко. У айтишников есть такой анекдот. У айтишников есть такой анекдот. У айтишников? Да, хотел один человек узнать, что 2 плюс 2 равно 5. Везде смотрит, везде 4, 4, 4, 4. Пошел в гугл, на 9-тысячной странице нашел доказательство, что дважды 2 равно 5. Ну вот, я так и знал. Ну да, ну да. Да, отсюда. Я хотел бы задать вопрос, который, возможно, немножко дискуссия повернет немножко в другое русло, но тем не менее оно интересно. Юрий Прокопович, вы сказали о том, что перенаселение, о том, что, возможно, впереди гонка, борьба за ресурсы. Ну, я не эксперт, мало ли я что сказал. Это на самом деле мысль, которая витает в воздухе, она частенько всплывает. У нас есть территории, где перенаселение. У нас в России, несмотря на демографическую яму и большие населенные пространства, есть территории, где есть сильное демографическое давление. Там Москва, например. Конечно, мегаполисы. Мегаполисы, в первую очередь. Вот в связи с этим у меня вопрос, наверное, в первую очередь к айтишникам и тем, кто занимается цифровыми технологиями. Цифровые технологии в будущем могут позволить ли более распределять ресурсы более среди населения, среди небогатых слоев, неэлитных слоев, скажем так. Все-таки Рустема тянет к электронному концлагерю, да? Нет, его тянет к карточной системе, распределить и новую карточную систему. Но опять же, к цифровым технологиям это не имеет никакого отношения. Они облегчат эту новую карточную систему или нет? Создание так. Честно, раньше и на Абаке неплохо считали, потому что те вещи, о которых вы говорите, распределение, они требуют элементарных арифметических операций, абсолютно базового планирования. Поэтому, скажем так, это, наверное, более удобный для нас инструмент, но только потому, что мы привыкли считать уже даже не на калькуляторе, а на компьютере, а не на счетах. Только просто потому, что для нас сейчас это более удобно. Но на предыдущем технологическом кладе это можно было бы сделать практически так же просто. И на позапредыдущем тоже. Я это говорю, потому что, читая работы Сергея Александровича, как раз там была очень интересная мысль о том, что на определенном этапе, когда начинается борьба за ресурсы в обществе, который не имеет возможности вырваться за пределы, экспансию организовать, там возникает такое явление, как то, что мы называем социализм. Социализм это не явление, придуманное Сталином, Лениным. Социализм это было всегда в истории. О, я знаю, как я вам пример расскажу. Вот вы знаете, да, в средневековой Англии, она еще когда в Великобритании не была, очень плохо было с арифметикой. Вот очень плохо. Вот, и вот там была придумана абсолютно реформаторская система учета и распределения ресурсов, которая работала по распределению ресурсов между баронствами. Она называлась клетчатая скатерть. Вот реально, застилали стол клетчатой скатертью и по ней раскладывали монеты. Каждая клетка обозначала баронство. Вот там, где было монет мало, значит, там баронству нужно было еще. Прекрасно работало. Очень интересно, очень интересно, да. Еще это есть камни, ножницы, бумага. Я почему спрашивал, потому что у меня интерес Китая, почему такой большой. Потому что как раз эти технологии, которые есть в Китае, используются ли они для решения тех демографических проблем, того перенаселения оптимизируются, более структурируются. Вот. Окей, скажем так, китайцы, я бы не сказал, что самый лучший пример оптимальных технологий. У них проблема тоталитарных режимов, малейшая ошибка в планировании, приводит как раз к очень серьезным последствиям. Как они боролись с воробьями, да, прекрасный был, замечательный пример, как бы. Проблема есть, проблема решена. Да, да. Получили после этого голод. Да. И сталь варили, я помню, в горшочках во дворах. Это вообще класс. Класс. То есть в этот раз им повезло. Классные ребята были. Они всей толпой ломанулись в правильную дверь. Сергей Садович, вы будете? В следующий раз могут оказаться и в пропасти. Нормально. Сергей Садович, вы будете прививаться от COVID-19? Вот, признаться, я боюсь, потому что вот так, такие вакцины, они отработаны, вот проверены в недостаточной степени. Это очень опасно. Это более рискованное, чем пойти на танцпол без маски. Мини, но на танцпол приятнее. Вот. Хорошо, спасибо. Да, вот таких опасений достаточно у очень многих людей разных возрастов. И, в общем, понять их можно, потому что применительно к российской вакцине ведь так и не утихают разговоры о том, что не завершен. Третий этап клинический, что недостаточный, выборка. О, знаете, мы знаем жалобы. Жалобы у человека поднялась температура до 38,5 и держалась неделю. Какой кошмар. Просто это бесчеловечно. Да вы что? Да, вы представляете? Как вы можете это прокомментировать, Аберт Анатольевич? Это из серии «Горе от ума». Горе от ума. Раньше вакцины еще менее тестировались, чем сейчас. И они замечательно работали и спасали человечество. Полиомиелит. Ну, как вариант, да. Как и один из. Кстати, Советский Союз спасал Японию вакцины от полиомиелита в 58-м году. Спасал Японию американской вакциной. Да, это не важно. Мы организовали массовую поставку. Это уже все был вообще-то такой. Хрущев предпринял великолепный политический ход. И все. Мы так и выступали некоторое время. СССР спаситель японских детей. Но то, что вакцин был американский отдел 10-й. Я... Они же не послали, а мы послали. Вот. Как надо управлять информацией и настроениями. Спасибо огромное всем за участие в сегодняшней дискуссии. Я хотел бы закончить небольшой цитатой. И попросить вас потом буквально вот тремя словами каждого. Да, да. Спорю. Там полностью согласен. Очень согласен. Все. Есть такой журнал. Я впервые о нем услышал, когда стал готовиться к этой программе. Proceedings of the National Academy of Science. Есть такой, да? Очень уважаемый журнал. Очень уважаемый, реально. Да, прекрасно. Они опубликовали статью. Вот, может быть, вы даже ее тогда читали, Альберто Анатольевич. Десятка светил медицинских. The pandemic exposes human nature. Ten evolutionary insights. И эти светилы в этой статье поставили вопрос о том, какие произойдут эволюционные изменения в результате текущей пандемии COVID-19. Эволюционные. Причем, что пикантно. Они утверждают, что наше текущее понимание эволюции, что эволюция это процесс растянутый там во время этого испугарения, оно уже немножечко, извините меня за уличный жаргон, не катит. Что в современных цивилизационных условиях эволюционные процессы сжимаются. Да, там, грубо говоря, 5-10 лет. Да, и мы, утверждают авторы вот этой вот статьи, очень уважаемым, как Альберт Анатольевич подтвердил в журнале, что мы поймаем эти эволюционные изменения вот буквально в горизонте 2-3 лет. Вот пройдет вторая, третья волна. Мы немножечко свыкнемся. Да, вирус, даст бог, немножечко ослабеет. То есть, какая перенастройка? Снижение экстравертности популяции, да, людей в целом. Социальная изоляция это норма. Направленность эмоций отвращения, резкое усиление эмоций отвращения. Съесть пирожок на улице, он заветер, да. Радикальные изменения в сексе. Близость без справок о текстах, пишут ученые, станет восприниматься как небезопасный секс. То есть, ты сначала должен принести справку, что ты привился от COVID-19, потом, возможно, тебя подпустят на социальную, нет, на дистанцию, которая нарушает норму социальной дистанции. Контакты станет нормой, вот эта вот самая социальная дистанция, обмениваться воздухом станет неприятно, подобно дурному запаху изо рта. Такое сравнение приводит. Резкий рост агрессивности, угроза болезни делает людей нетерпимыми и карательными по отношению ко внешним группам. Новые сексуальные партнеры будут восприниматься потенциальным переносчиком вируса, что сделает цену случайного секса более высокой. Мы таким образом придем к нравственности. Случайный секс будет чрезвычайно дорог, но кто-то, наверное, будет практиковать, продолжать. Ну и, наконец, изменится тип культуры. Сейчас, говорят авторы, у нас жесткая форма культуры, мягкая форма культуры, сравниваются европейские страны, соответственно, мягкая форма культуры с Юго-Западной Азией, жесткая форма культуры, ну, там Япония, Южная Корея, бла-бла-бла. Жесткая культура получит преимущество, в их мнении. Ну, и я больше не буду вас утомлять, все это можно обобщить одним простым выводом. Трансформация свободных национальных культур, как бы она ни шла, по азиатскому пути, по скандинавскому пути, приведет к одному и тому же, нео-то-то-ли-то-ри-зму. Мы начинали в такой последовательности, давайте и закончим. Дмитрий Евгеньевич, ваш комментарий коротенько. Сергей Александрович, я вас тоже помню. Да-да. Ну, давайте тогда. Я согласен с вашими прогнозами. Это не мои. Да, изоляция, индивидуализация. Все будет? Небо никогда уже не будет таким синим, трава зеленой, мы не сможем обнять встречную девушку, только потому, что она нам понравилась. Вот это все в прошлом? На улице? Я не смогу подойти к девушке и сказать, выметать краю. Радикально это будет звучать, но мы будем опасаться. Да, хорошо. Дмитрий Евгеньевич. Ну, самое интересное, то, что я с выводами, с каждыми согласен в отдельности, но почему изменение социальных норм, которое означает сумма вот этих выводов, равно неототалитаризму, я искренне не понимаю. То есть, вот то, что... Я в данном случае цитирую. Все то, что было перечислено, я с этим согласен. Это комплекс изменений социальных норм. Но я не понимаю, почему изменение социальных норм должно быть равно неототалитаризму. Ну, потому что, по-видимому, социальные нормы, с их точки зрения, меняются вот в этом направлении, что мы были... Тоталитаризм – это способ управления. Ну, да. Социальные нормы – это способы взаимодействия внутри социальных. Это разные вещи, их нельзя никак отождествлять. Если мы будем меньше взаимодействовать, да, друг с другом, между собой... Лично. Лично. Но не удаленно. Ну, не удаленно, лично. Ну, тоталитаризм-то он покрывает же все способы взаимодействия, правильно? Если он не покрывает какой-то способ взаимодействия, это не тоталитаризм. Уменьшение контактов по горизонтали на любым способом, да, цифровым, не цифровым, там все. С моей точки зрения, я просто сейчас попытаюсь встать на точку зрения этих авторов, хотя я не уверен, надо просто внимательно читать. Так вот, уменьшение доли или уровня контактов любыми способами, неважно, удаленные контакты, непосредственные контакты, по горизонтали облегчает тоталитарному режиму управления. Да, но только уменьшение контактов одного рода может приводить автоматически к увеличению контактов другого рода, поэтому... Может и автоматически, здесь нет противоречия. Либо приводит автоматически, либо может привести. Может автоматически это аксюморончик такой, извините меня. Согласен. С итоговым выводом я не согласен. С промежуточными, со всеми, да. Окей, понятно, Марион. Я хочу, наверное, здесь добавить, что, безусловно, произошла трансформация социальной реальности, и сегодня появилось новое понятие новая нормальность. И, соответственно, все вот эти пункты, которые перечислили авторы, они относятся к характеристикам новой нормальности. И если Дмитрий Евгеньевич не согласен с последним выводом, то я, наверное, только не соглашусь с временным промежутком, который они нам охранят сахарактеризовали, что слишком медленно, два-три года впереди, нет, он уже здесь. Дело в том, что когда я последний раз была с вами в этом клубе, здесь был полный зал. То есть, соответственно, вот на сегодняшний день обстановка уже очень изменилась. То есть, соответственно, она поменялась и на улице, и в аудиториях. Социальная дистанция уже длинная, контактов социальных уже меньше. То есть, соответственно, вот как раз взаимодействие в области цифры, оно увеличивается, безусловно. То есть, речь идет о новой нормальности и как мы будем ее характеризовать, конструировать, строить. Она уже строится. А в дальнейшем мы ее немножко просто подрихтуем. А я, наоборот, не согласен со всем этим. То, что гайки закручиваются, это закручивается и без этого процесс. Это исключительно политико-экономические механизмы, скажем так, элит. А вот по поводу того, что изменится социальное поведение значительно для популяции, на самом деле я не согласен. Потому что, во-первых, человеческая психика достаточно, скажем так, инертная структура. Да, сейчас столкнулись, все туда немножко отклонились. Сейчас всех провакцинируют или все переболеют, сформируется коллективный иммунитет, снимутся ограничения, все забудут, как страшный сон. И все будут жить. И все будут жить так, как жили раньше. Да, будут какие-то новые практики, конечно, войдут в наш обиход. Но уже сейчас, на самом деле, опять, наша позиция, горе от ума. Вот мы здесь сидим, все такие эксперты, интеллектуалы, а простые люди к этому относятся совершенно по-другому. Как? Потому что они даже сейчас, ну, извините, плевать хотели на... чихать хотели в прямом и переносном смысле на эти карантинные меры. И те же маски носят, в принципе, просто как бы кафория. И за рубежом то же самое. Требуется смена нескольких поколений, чтобы вбить это в мозги граждан. Думаете, сколько поколений сменилось, прежде чем американцев вбили законопослушность? Это полицейская дубинка. Это да. Как бы еще несколько десятилетий тому назад. Это заняло несколько десятилетий, чтобы отучить, давать взятки полицейским, когда его останавливают. Ни одно поколение должно смениться, как говорят умные люди, прежде чем мы очеловечимся окончательно. Но вы же, медики, придумываете новую какую-то игрушку. Мы ничего не придумываем. Это все. Новый какой-то... Нет. До следующего. От сессии до сессии живут студенты весело. Все понятно. Живем спокойно. Так как я не философ, не математик, не микробиолог, то есть ни в чем реально не разбираюсь, а просто вот журналист такой. Меня, конечно, вдохновляет позицию Альберта Анатольевича, да, он говорит, что гайки-то закручивают, это политико-экономические штучки вообще. Но я про себя при этом думаю, ага, так и коронавирус ведь является инструментом в руках политиков. А вот очищем инструментом, не плановым. Оппортунистическим? Ну, может быть, может быть. Еще раз большое спасибо всем. Я, наверное, должен напомнить тем, кто нас все это время смотрел и слушал, что мы обсуждали сопутствующие пандемии, сопутствующие, но тем не менее, с моей точки зрения, достаточно серьезные и важные проблемы и вакцинации, и кто это затеял, и на чем сердце успокоится и так далее. Обсуждали в ходе очередного заседания дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета с участием директ-экспертов директора института вычислительной математики и инфротехнологии КФУ Дмитрий Евгеньевич Чекрина, заместителя директора по науке института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ доктора наук Мэрия Юрина Ефловой и Дмитрий ой господи Альберт Черезуанов руководитель научно-клинического центра патизонной регенеративной медицины института фундаментальной медицинной биологии КФУ и главного научного сотрудника института и я хотел бы сказать особые слова благодарности за участие и за терпение в том числе более полутора часов у своего компьютера в зуме находился доктор исторических наук ведущий научный сотрудник Уральского отделения Российской Академии Наук профессор Уральского Федерального Университета Сергей Александрович Нефедов который собственно говоря и начал сегодняшнее обсуждение своим вступительным словом и с моей точки зрения внес в него достаточно хороший уровень глубины спасибо вам Сергей Александрович передайте коллегам что мы здесь в Казанском университете вот именно такие вещи как сейчас молодежь говорит мутим устраиваем и если у вас будут какие-то предложения по участию по включению мы всегда с удовольствием их рассмотрим все на этом все я ведущий программы Юрия Лаев спасибо всем за внимание до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...